Всем здарова, дорогие подписчики, с вами Диман, и сегодня я со своим офигенным сыном Серёгой нахожусь опять-таки на люкс ролеплее. Поздравляйся! Всем привет! В принципе, друзья, у нас первые серверы, и по традиции мы уже очень и очень давно не крутили вот эту вот просто безумную ролетку, на которой реально можем выбить какие-нибудь машины за тысяч десять рублей наличными. Это реально очень дорого. Прямо как ты выбьешь? Я про один говорю, конечно же, да. Да, друзья, на самом деле, очень давно я, в принципе, не пробовал эту рулеточку, и, в принципе, давайте же мы опять-таки попробуем её передёрнуть. Я не знаю, что вообще нам выпадет, потому что я помню, в последние разы мне нихренашеньки не выпадало, а сейчас... А, фак, я думал, донат. Капец, блин. А ты, кстати, в последнее время вообще открывал что-то на рулетке или нет? Что-то про неё уже мало кто говорит, в принципе, да? Да я что-то как-то очень давно вообще сам заходил, в последнее время не играл. Да, кстати, ребята, по поводу сампы я тоже немножечко забросил сампы, и давайте, я не знаю, позже, наверное, вам расскажу о сходочке, которую по-любому надо устроить на сервере, потому что, друзья, ну реально уже очень давно не встречались, да. Ну вот я хочу кое-что сказать, ребята, вы, конечно, не обижайтесь, просто самп такая игра прилегающая, она то находит время, хочется поиграть, то она просто берёт и надоедает. Да, вот сейчас просто вот реально захотелось, я почувствовал, так скажем, своей душою, что сегодня на рулеточке нам должно что-то выпасть, и мы, собственно, это всё, конечно же, протестим. На самом деле, друзья, мы ещё сегодня хотели бы показать вам новенькую офигенную работу, ну или как это сказать, хобби, так скажем, которое было добавлено совершенно недавно. Ну это чуть позже, а пока что ещё здесь сделаем, там, не знаю, парочку прокруточек. И, кстати, сейчас, наверное, многие будут писать, типа, а где РЖ, что с РЖ, и почему ты его не выпустил? На самом деле, друзья, вы реально молодцы, вы писали достаточно классные комментарии, по типу, там, ты просто супер, там, твои видосы просто класс, ставили реально много лайков, но чуть-чуть не дотянули, ребят, чуть-чуть просто не дотянули. Поэтому прямо сейчас давайте навалите туда до 5000 лайков, и, собственно, сегодня мы уже начнём снимать реальную жизнь, чтобы вы завтра её, конечно же, посмотрели. Так, ребята, короче, находимся на сервере, я был приятно удивлён, когда, в принципе, зайдя на сервере, я понял, что у меня ещё дом, в принципе, на меня, и это очень круто. Плюс ко всему, Серёга у нас теперь устроился в рекламное агентство, точнее, в новостное. И я тут подумал, а почему бы мне не про рекламировать немножечко свою училку, и чтобы вы там позвонили, не знаю, там, херов ей понакидали и прочего. Как такой вариант, да? Ты можешь что-то устроить, Серёг? Блин, мне надо находиться в моём здании, оно в другом городе. Ладно, давай, короче, по ходу дела мы, в общем-то, этим займёмся, а пока что. Погнали, я возьму какую-нибудь машину, в принципе, потому что у меня тут их реально очень много. А последнее, я так помню, мы с Андрюхой мутили что-то типа автоприговора, когда мы хотели именно эту машину, получается, М5-ю взорвать, ну, или типа того. Или просто, да, а, мы их отдать подписчику хотели, я точно, я уже чуть-чуть попутал, немножечко даже забылся. Короче, друзья, в принципе, если вы желаете, давайте вот устроим сходочку, которая у нас будет, ну, когда? Завтра мы снимаем РЖ, а после завтра никак, это получается завтра вторник, среда, 4-х опять РЖ, в пятницу. Ну, да, давайте где-то, друзья мои, в пятницу устроим вот именно такую вот сходочку. А где это вообще делается? А, ты в машине сидёшь? Садись ко мне в машину. Моя круче, пока. Да садись ко мне в машину, погнали. А хотя, едь, короче, я с тобой буду ехать, где у нас новенькая работа, о которой я уже говорил, типа водолаз там сидела, чуть не утонул и прочее, прочее, прочее. Короче, друзья, в общем-то, сходочка будет в пятницу, в, да, тихо, тихо, в 7 по московскому времени, точнее в 19.00, а не в 7 утра. Потому что все будут в школе, я буду так же в школе, у меня немного подлагивает, как обычно, на сервере в этих местах. Ну, короче, друзья, вы меня услышали в 19.00, заходим к моему дому. Сейчас, в принципе, да чё у меня за, чё за говно-то? Вот, сейчас покажу, короче, друзья, вот тут, вот тут, короче, где-то мой дом. В принципе, можете туда приезжать, ну и, собственно, там уже встретимся и порешаем. Ладно. Чё ты, ну погнали. Ну, только не надо меня сейчас старанить, пожалуйста, дружище, Эмка, она реально пацанская, бандитская, а то я тебя потом затараню. Так, подожди, а где эта работа-то? Ты поставил метку? Погнали, погнали. Мы уже близко или нет? Да, очень. Кстати, ребята, я немного сейчас в замешательстве, потому что пацаны какие-то там повыбивали Дюна. О, нормально ты, короче. Я же думал, блин, я думал поехать по вот этому месту как раз-таки, я же знал, что тут как раз-таки тупик, но чё-то, как обычно, затупил. Так вот, ребята, Дюн, в принципе, выпадает многим, но, к сожалению, не мне, и меня реально это очень сильно настораживает и обижает. Ах ты, гопнюк. Нормально. Ладно, ребята, короче, давайте мы закроем машину, чтобы он её не утопил к чертям. Всё, отлично. И ты плюс ко всему, походу, в зелёной зоне ещё, походу, да? Так, ребята, чё у нас тут есть? Вы не работаете водолазом. А как устроиться? Блин, нам, походу, надо в мэрию обгнать. Ух, ей мамы тупорита с тобой, а? Тут всё просто было. Короче, получается, ребята, мы зря съездили, короче, в мэрию. Ой, господи, мне аж... Мне аж просто стыдно стало, иди отсюда, гомосятина, господи. Короче, не будем мы ничего читать, как обычно это бывает, друзья. В общем, посмотрим сейчас, чё вообще надо. Чё надо успевать? Вы принесли боеприпасы в прицеп? А, вот к этому, походу. А, ну допустим. Во, я за 3000 на 10 литров беру. Я тоже на 10 литров беру, короче, получается, друзья. И чё, погнали? А чё, куда? Короче, надо было всё-таки читать, походу, инструкцию, друзья. Но мы, как обычно... Стой, подожди, стой, стой, стой. В жопу жареные, сейчас просто бежим и берём именно все необходимые, там, штучки для того, чтобы, я так понял, чё-то собирать. А чё, куда дальше? А можно как-то занырнуть? На левую кнопку мышь. Да? А, точно. Так, подожди, дай мне, у меня 15 минут... А, ну выплыть, выплыть, не трать пока что баллоны, не трать. Фаак, а куда плыть-то? Подожди, там самолёт. А, да? Чего? Не шиша, шиша, шиша. Слушай, я чекал, подожди, тут можно... Там, короче, RPG-шка. Смотри, за один заплыв, подожди. За один заплыв 10 грузов можно собрать, 10 штук. Смотри, тут RPG-шки валяются. Блин, ребят, вот это мне реально нравится. Я такого, такого давно вообще не испытывал на сервере люкса. Были какие-то там говняные работы по типу там, я не знаю, лесник или ещё чё-то. Но вот это, это реально очень круто. Мне вот интересно, сколько мы вообще за неё заработаем бабок? Давай по максимуму 10 штук соберем. Давай, я, короче, одну какую-то херню испытаюсь доплыть до неё, но мне это очень трудно даётся. Чё-то, чё за фигня? А я же соберу её? Ну уже! Эм. Вы собрали найдено. А, найдено! Господи! Я что вообще не смотрю в левый, получается, про... Точнее, в левый и верхний угол. И я как бы даже сейчас немножечко провафлился, тем самым показал, какой я некомпетентный сампер, блин. Не, ну слушай, тут как бы это, для баллона на 15 минут рексорять, в принципе, дёшево, и окупиться, наверное, тут можно. Ну я не знаю, кстати, сколько это всё у нас получается. Ещё посмотрим. А у меня уже два. А сейчас третий, короче, херано получается. Не, ребят, ну вот это реально просто круто придумали, согласитесь, да? То есть, на люксе, если и бывают обновления, то они прям вот-вот прям офигенные. И это обновление с затопленным самолётом, с поиском всяких обломков, боеприпасов и прочего, это реально очень и очень достойно. Поэтому обязательно ставьте лайки. Ну и, собственно, друзья, приходите на сходочку, которая будет совсем скоро. Ну, о которой я уже говорил ранее в видосе. Так, подожди, я уже нашел четыре. А интересно, мы сможем как бы собрать те же, получается, боеприпасы, что, в принципе, и видел ты? А? Как думаешь? Да, 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 они не пропадают. Я видел ты плаваешь, у меня они есть как-то до сих пор. Хорошо. А, кстати, я вон вижу какую-то метку тут у меня получается. Тихо. Пять. А, вот они прям рядом. Шесть, семь сейчас будет. Мне вот интересно, да, действительно, ребята, сколько можно получить за десять таких вот боеприпасов? И потом я чуть позже расскажу вам про один секретный способ, как получить бабки совершенно бесплатно. Нихера не делай, как мы обычно это любим. Мы же ленивые задницы, да, друзья? Не только я такой, да? О, у меня дельфин. У меня дельфин рядом, просто хотел мне просто задницу откусить, ну или понюхать. Мы хотим туда дать. Ты видал? Вон он рядом. Подожди, а какие я не собирал? А, вот это я не собирал. У меня уже восемь. Центрик не собирал, скорее всего. У меня уже восемь. Я не знаю, кстати, где девятая, точнее, десятая будет, но, ребята, это будет очень... А вот ты вот эту в углу собирал? Да, я, по-моему, тоже собирал. Я уже везде по кругу проплыл. Блин, ребят, ну за сколько мы собрали? Минут за три? Девять. А, вот, рядом есть какая-то еще. Так, 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 так. Подождите-ка. Но он мне показывает вот про вот эту, неужели? Я же ее собирал. Я бомжом буду, если я ее не собирал, ребят. А ну подождите-ка. Так, так, а, нет, стоп. Так подождите-ка, нет, нифига. Я там собирал. Все, я десять собрал. Я не собрал десять. Вы уже подобрали этот предмет. Стоп, а где десятая? Стой, а вот этот ты с краю подобрал? Вот это вот, смотри. Ну, как бы тебе сказать, да, вроде бы. Он мне показывает меткой вот именно вот тут вот. А, может, вот это? У меня вообще меток нету. Может, тебе метка вредит? Я не знаю. Я тоже этот предмет уже подобрал. Вот это попробуй. Стой, стой, налево, налево. Вот прямо, да. Да я подбирал этот предмет. А ты видал? Там белазу топили. Ребят, сейчас будет, короче, попытка. Я тоже подобрал этот предмет. А вон ту, вон, смотри, между двумя скалами. Правее, 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 между двумя скалами. Да, подбирал я ее, помню. Или вот эту слева. Я помню, я их все уже подбирал. А вон дальняя. Меня стошнило. Нормально. Ребята, в воде она как бы не видно. Все замечательно. Смотри, вот дальняя, вот куда я плыву. Куда ты плывешь? Не вижу тебя. Вот я. Но я тоже ее собирал. Вот мне. Ну, вон три. Вон еще одна дальняя за самолетами, видишь? Ну да. Блин, ребята, это как-то вообще мне не... А, подожди, может, я вот ту не собирал дальнюю? Подожди, вот, скорее всего, я ту не собирал. Я что-то вообще провафлился, ребята. Ну, достаточно десяти баллонов, чтобы, в общем-то... Да, я думаю, даже пяти достаточно будет купить, чтобы, в общем-то, все собрать. Сколько там нам давалось? Пятнадцать минут, получается, да? Да, пятнадцать минут. То есть, у нас, получается, семь с половиной минут. То есть, у нас еще, по сути, в запасе четыре минуты точно есть. Я вот собираю последнюю, получается. Если это она... Пожалуйста. Да, все, десять из десяти. Погнали. Все, погнали, ребята. Сейчас будет вот реально интересно понять, сколько же нам дают за вот эту вот, получается, тему собирать вот такие вот баллончики. Блин, реально было вступили. Вот, блин, черти просто какие-то безбашенные здесь. Ребят, блин, даже не знаю, может быть, даже трех баллонов было бы достаточно, чтобы, в общем-то, собрать абсолютно все боеприпасы. Потому что они, как бы, ну, не так тяжело расположены. Да, какой. Когда утопил мой фургончик, видишь, он на земле стоит, он не утопился, он стоял, я просто его завел. Я видел, что ты его смог все-таки вытащить. Видишь, страшно, сейчас это, сейчас это, ребят, сейчас все будет. Вот, вот, вот реально, мне интересно, сколько за десять собранных, в общем-то, боеприпасов мы получим бабок? Мы потратили на три штуки, по идее, мы должны окупиться. Ну, нелогично же, да? Тратиться, как обычно, на... Это бывает на работе, там, покупать какие-нибудь, там, всякие нужные нищечки, и потом просто провафлиться и не окупиться. Сколько тебе дали? Чего? Шо? Добли. 150 долларов? Чего? Чего-во-во-во-во? Слушай, нахер. Вы серьезно, что ли? Подождите-ка. Баллон на два литра тысяча. Окей, это сколько ж я должен туда сплавать, чтобы окупить этот один баллон за тысячу, и который мне дает три минуты. Получается, ты потратишь... А если с каждым разом все больше монет, типа, дается? А я хер знает. Ребята, короче, проверяйте, пожалуйста, в комментариях, потом напишите, вот, реально... Ну, это реально, это вообще, это вообще как-то мизерно. Мы отдали три штуки чисто за то, чтобы поплавать, посмотреть на вас затонувший корабль. Ой, господи, самолет. Это капец, как меня немножечко бесит. Ребята, ну, я думал, как минимум пятеру мы должны были бы поднять. Хоть немножечко-то уйти в плюс, а тут вот реально конкретный минус. Короче, ребята, ладно, в общем-то не расстраивайся, потому что я знаю один офигенный лайфхак, о котором говорил. Это промокодик от меня. Собственно, он вам даст сто тысяч бесплатно, ни хера не делая. Я его выпросил администраторам, и этот промокодик у нас, получается, вводится, как вы видели, в МН, под двенадцатым пунктом. Именно вот такой вот. Получается, ребята, вот такой вот промокодик. Обязательно должно быть вот именно вот этот символ, решеточка, и мой правильный введенный никнейм. Он будет в описании, поэтому если вы шипетесь, то, в принципе... Чё? Чё ты несёшь? Какие сто тысячи? Я тогда его активировал, мне по триста, по-моему, дали. Сейчас его изменили, сейчас только сто тысяч можно получить. Так как я уже его активировал, ребята, и больше я его не смогу воспользоваться. Но вы, в принципе, на сто тысяч можете, там, я не знаю, домик купить в деревне у бабушки, ну, или проститутку заказать, ну, или, как это обычно бывает, машину какую-нибудь дешманскую, чисто для того, чтобы по фану можно было бы со мной погоняться на сходочке. Ну, на следующей сходочке, друзья, я же говорил, чё такое? Ну, и напоследок, смотри. Чё? Бэч! О, нифига, я прям, я прям тащусь от такого твоего прыжка и постоянно, постоянно хочу научиться так же. Короче, друзья, про сходочку быстренько ещё раз повторюсь. На сходочке, получается, пятницу этого месяца, именно этой неделе, в 19.00 по Москве, возле моего дома, мы разыграем две машины. Как я и говорил, у Андрюхи там есть одна офигенная Мерседес и моя М5 Бэха. В общем-то, приходите и просто их быстренько заберёте. Но о подробностях мы расскажем чуть позже. Всё, ребята, на этом всё, промокодик в описании, ссылочка на сервер также будет в описании, ядничник в описании, вся инструкция в описании, всё в описании, вся жизнь моя в описании, всё моё в описании, друзья. Всем удачи и пока! Всем пока! Всем пока!